Сегодня у нас в гостях Сармаметов Евгений Валерьевич, главный врач Краевого центра по борьбе и профилактике со СМИД. Добрый вечер. Добрый вечер, Светлана. Можно уже подвести итоги акции, которая прошла в Пермском крае в течение четырех дней она была здесь. Это экспедиция 2019, ВИЧ-тестирование. Итак, в каких городах это было, сколько людей пришло, сколько ВИЧ-положительных было выявлено? То есть какие-то цифры, которые нам очертят круг проблем. Пять городов, город Пермь, это север Пермского края, Соликамск и Березники, центр Кунгур и юг Чайковский. То есть пять городов, где проходилась акция. Обследовалось у нас более 700 человек. Это считается хорошо? Это неплохо. Это хорошая посещаемость. У нас наши лаборанты работали без перерыва, то есть только успевали желающих тестировать. А вот для сравнения с другими городами, там как активность была? Допустим, Свердловская область, город Екатеринбург, это наши земляки, где численность населения практически в два раза больше, чем у нас в Пермском крае, они протестировали практически столько же, сколько у нас. То есть если так перевести это на интенсивный язык, цифры на интенсивных, то получится, что у нас активность населения в два раза больше, чем у наших соседей. Ну, активность – это один показатель, а показатель выявляемости ВИЧ-инфекции – это показатель другой. Так вот, что с ним? Объективно, да. Вот из этих 742 человек, которые прошли тестирование, мы обнаружили положительные тесты у 21-го Пермика. Много это или мало? Если пересчитать на процент, то получится примерно 2,9. То есть из 100 человек, два человека с положительными… Почти 3 получается. Практически 3, да. Человека с положительными результатами. Это как бы многое, потому что в среднем по краю, когда мы проводим тестирование, он составляет 0,6%. То есть это вот как бы в популяции 0,66 – это в среднем, да? Здесь гораздо выше. Здесь гораздо выше. Но может быть это означает, что люди, которые сомневались в себе, пришли? Или как? Ну, по вашим наблюдениям. По нашим наблюдениям, когда мы полностью проанализировали, кто это было, там многие не скрывали, то есть это было практически не анонимное тестирование. Хотя анонимно можно было. Да, анонимно можно было. Оказалось, что половина вот из этих 21, а если точнее быть 11 человек, это те, кто уже знал о своем диагнозе. То есть это люди специально пошли перепровериться. Посмотрите, а вдруг ВИЧ у меня прошла? То есть а вдруг ошиблись, да? А вдруг ошиблись. Да, а вдруг у меня ВИЧ-инфекция уже прошла. И вот только 10 человек, у кого ВИЧ-инфекция была выявлена впервые, кто реально не знал о своем диагнозе. А таких, получается, у нас 1,5%. Это все равно выше, чем в среднем по популяции. Причем где-то в два раза примерно, да? Да, и мы вот для себя как бы с психологами разговаривали и говорили, что это может быть, почему при экспресс-акциях выявляемость выше. Скорее всего, на эту экспресс-акцию идут люди, которые как бы внутренне сомневались, что у них были какие-то рисковые или контакты, или какие-то рисковые случаи. И они внутренне понимали это, шли на это. И поэтому выявляемость вот в данном случае выше – это как бы все равно хороший показатель. Что касается реакции людей, понятно, что она очень разная от шока, да, там человек может в прострацию впасть и так далее, до полного неприятия. Что здесь? Действительно, объявление вот этого диагноза – это как бы очень серьезный психологический такой момент, поэтому всегда дежурят врачи и психологи, которые готовы. Я не буду говорить по этой акции, но могу сказать, что людей можно разделить на две группы. Кто внутренне готов к диагнозу уже, он понимает, он знает, да, подозревает. И те, кто реально просто был для кого-то шок. Люди реагируют по-разному. Кто-то пытается просто покинуть место тестирования. То есть пережить эту информацию где-то в другом месте, не здесь, да? Одному, да, чтобы никого не видеть. Приходится там даже вот идти за человеком, пытаться его убедить вернуться, что на этом жизнь не заканчивается и тому подобное. Бывали и такие, кого мы, в принципе, не могли остановить. То есть человек просто психологически это отторгал и уходил с диагнозом анонимным, и мы не знаем, куда вот он уходил, потому что мы как бы не следственные мероприятия проводим. То есть наша-то задача всё равно человека остановить, человеку рассказать и оказать ему квалифицированную медицинскую помощь. То есть не то, что его внести в какой-то реестр ВИЧ-инфицированных, а донести до него ту информацию, как теперь ему нужно жить, действовать, какую терапию принимать. Вот теперь давайте о терапии. Во-первых, насколько дорога или бесплатная эта терапия для людей, у которых выявлена ВИЧ? Первое. Второе, насколько важно лечиться? Или действительно, вот как вы сказали, а вдруг прошло? Насколько дорога эта терапия? Она дорога для государства, потому что все препараты закупаются государством. А пациент ВИЧ-инфицирован получает их абсолютно бесплатно. Неважно, работает он, не работает, пенсионер, не пенсионер, неважно. Неважно. Средняя стоимость терапии по Пермскому краю составляет около 35 тысяч рублей в год. Средняя. Но есть терапия в год. Для начинающих она ещё дешевле, там 16-17, но есть терапия для тех, у кого, допустим, устойчивость к вирусу, у кого уже четвёртая или какая стадия заболеваемости, там терапия может быть дороже. Она может достигать двух, трёх, иногда даже четырёх сотен тысяч рублей в год. Но в среднем она составляет где-то 35 тысяч. Если человек принимает терапию, то есть всё как положено, насколько быстро у него продвигается развитие заболевания? Если не принимает. Если принимает. Если принимает терапию, если терапия подобрана правильно, адекватно, да, у него в течение двух-трёх месяцев идёт снижение вирусной нагрузки, цель терапии – добиться неопределяемого уровня, условно, когда в крови вируса нет, он подавлен. То есть когда его не видно. Да, подавлен. На этом фоне у него повышается иммунитет, так называемые там CD-клетки 4, да. И после этого человек становится, ну, условно говоря, не опасен для общества и потенциально как бы здоровым человеком. Да, вирус у него в крови находится, он в подавленном состоянии, но человек может работать, жить, иметь детей. И чувствовать себя хорошо. И чувствовать себя хорошо. Абсолютно правильно. И быть не опасным и для своих половых партнёров в том числе. В том числе, да. То есть, насколько я знаю, что человек, который принимает терапию, если она правильно подобрана, то он даже без барьерной контрацепции может продолжать половую жизнь со своим партнёром. В принципе, да, риск сводится практически к нулю. Ну и отсюда, естественно, есть возможность появления здорового потомства. Да, у нас много пар, где даже муж и жена положительные и имеют здоровых детей. Это мы сказали о тех, кто принимает терапию. А для так называемых диссидентов, вот как у них развивается история эта? Для тех, кто отказывается от терапии, отказывается принять диагноз, никто насильно его закалывать не будет. Конечно. Каждый человек сам определяет, что ему делать. Но в данном случае остаётся только пожалеть таких людей. Почему? Потому что рано или поздно они всё равно придут в специализированную организацию. Потому что состояние здоровья всё равно сделает такие шаги, когда он будет чувствовать себя неудовлетворительно. Ему придётся обращаться за медицинской помощью. Если это принимает взрослый человек, для себя решать, я не буду, я не больной, я здоровый, я что хочу, то и делаю. Это одно. Другое дело, когда у таких людей дети ВИЧ-инфицированы, и они своё видение этой проблемы накладывают и на детей. И ребёнок также, получается, не принимает эту терапию, а у него-то продвигается гораздо быстрее и активнее. Вот с этим, конечно, проблема, и мы с этим занимаемся и боремся. Сколько на сегодняшний день в Пермском крае несовершеннолетних страдают ВИЧ-инфекцией? На сегодня до 14 лет у нас порядка 250-260 детей, у кого диагностирована ВИЧ-инфекция. Каждый год у нас примерно мы ставим диагноз ВИЧ-инфекция от 18 до 25 детей. Кому этот диагноз мы ставим? Ну, в принципе, это самое малое количество, которое было за предыдущие годы, когда было там 30, 40, иногда даже 50. Это вот в начале 2010-2008-2009 годов. При каких цифрах общество может быть более или менее спокойно за распространение ВИЧ-инфекции? Имеется в виду, сколько людей с выявленной ВИЧ-инфекцией должны принимать терапию? И вот этот показатель диссидентов насколько должен уменьшиться, чтобы мы знали, что распространённости не будет? На сегодня оптимальным, конечно, считается показатель 90%. Это рекомендует нам ВОЗ. И эту стратегию Всемирная организация здравоохранения приняла и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Она на несколько лет расписала вот эту стратегию. То есть с каждым годом охват всё больше, больше и больше. Допустим, на конец 2018 года должно было получать терапию в 60%. В Пермском крае получалось 62%. На конец 2019 года у нас должно быть 65%. У нас уже на сегодня 67-68%. То есть мы идём немножко с опережением, чем нам рекомендует даже государственная стратегия. Я думаю, такими темпами мы, в принципе, года через два-через три подойдём к тому уровню, который нам рекомендует ВОЗ. И, в принципе, тогда сможем стабилизировать и добиться устойчивого снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией. А на сегодняшний день при увеличении вот этого процента, о котором Вы сказали, там 62-67, но до 90 всё-таки ещё далеко, есть ли какая-то кривая снижения или всё-таки пока нет? Есть. Я говорю об этом осторожно, да, боюсь сглазить. Но в 2018 году у нас небольшое, но снижение уже пошло. Это там 4,6%. И это снижение, к нашей радости, оно и продолжается в 2019 году. За полгода у нас снижение практически на 8,5-8,7% по сравнению с 2018 годом. То есть это хорошая такая тенденция. И мы как бы осторожно говорим, что, возможно, мы прошли или проходим вот эту горку эпидемии распространения ВИЧ-инфекции в Пермском крае. Ну, что называется, очень хорошо, пусть так оно и будет. Но, тем не менее, акция «Экспедиция-2019» благополучно уехала в Ижевск. В Ижевск, да? В Ижевск, да. Дальше Киров, потом Москва. То есть до ноября ещё проедет несколько городов. Но, тем не менее, люди, которые, может быть, сегодня сидят у своих экранов и у которых есть сомнения в своём ВИЧ-статусе, и которые не попали на экспресс-тестирование, что можно сделать им? Самое простое – это пройти тестирование по месту жительства. То есть в любую поликлинику бесплатно вы пройдёте тестирование, и вы получите результат. Но это всё-таки ты должен прийти и сказать, что я Иванов Иван Иванович. Нет. Нет? Нет. Не обязательно человек может пройти анонимно. Разница только в чём? Если вы приходите, условно, по документу, да, то вы получаете официальный результат, который можете там показать. Где-то предъявить, да? Предъявить, да, и никаких вопросов. Если вы проходите анонимно для себя, вы можете назваться кем хотите. Хоть номером, да? Хоть номером. И получите результат за этим номером, который будет только для себя. То есть просто для себя, да? Для себя, конечно. Но пройти это, мне кажется, надо. Если вы понимаете, что что-то у вас там было за плечами, там так называемый скелет в шкафу, да, какой-то. Евгений Иванович, о скелетах. Очень часто люди говорят, ну, почему я должен в себе сомневаться? Я никогда в жизни не принимал наркотиков с инъекциями на «вы». То есть только одноразовые шприцы и только в поликлиниках. Почему я должен в себе сомневаться? Какой сегодня путь передачи этой инфекции вышел на первое место? Да, вот, Светлана, совершенно правильно вы это заметили. Раньше человек как бы дистанциировался от ВИЧ-инфекции только тем, что я не подхожу к группе риска. Не принимаю наркотики, не вхожу в сексуальное меньшинство, не веду такой-то образ жизни. Этого было достаточно. Но на сегодня ВИЧ-инфекция распространяется обыкновенным половым путем. Причем не обязательно. Если раньше были, условно говоря, наркопотребители заражались, потом они стали заражать половым путем своих половых партнеров до 60, то теперь уже вот эти половые партнеры начинают заражать. То есть это как бы вторая волна. То есть вообще людей, которые никоим образом не стали с наркотиками. Конечно. И вы понимаете, что как будто бы вы не имели никакого отношения и контактов с наркоманами и с наркопотребителями, но в то же время был половой контакт, шанс, то, что вы можете заразиться, есть. Поэтому если вы... Это молодые люди? Не обязательно. Нет? Не обязательно. Средний возраст какой? Сейчас уже 35-36 лет. То есть вполне себе зрелый, разумный возраст. Конечно. Это трудоспособный возраст. Молодые, активные люди с семьей, с детьми, со средним образованием, работающие наполовину. То есть это те, которые составляют как бы основу большинства нашего общества. И вот среди них на сегодня как бы регистрируется повышенный уровень вот этой заболеваемости. Если есть хоть какие-то сомнения в своем ВИЧ-статусе, совершенно спокойно можно сходить. Либо в поликлинику по месту жительства, либо прийти в спеццентр к вам на Суязево. То же самое. Хоть анонимно, хоть так практически. И совершенно спокойно жить дальше, зная свой ВИЧ-статус. Если ты отрицательный, то хорошо. Если положительный, то тут совсем другая история. Спасибо вам большое. Надеюсь, что информацию важную для многих из нас мы сумели донести до наших телезрителей. Вам спасибо. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы продолжаем программу. Прямо сейчас вас ждет выпуск телевизионной службы новостей.